разбор груз канал о грузовиках всем привет друзья сегодня у нас на канале новое видео которое снял для вас лично сам сергей я был в это время занят немножко другим проектом друзья хочу напомнить что подписка на наш канал комментарии ваши лайки это самая большая поддержка для нас с вашей стороны огромное вам спасибо также друзья если вы хотите чтобы я на этом канале разместил видео с вашей работой в независимости от той стороны где вы находитесь вы можете снять свою работу я за вас смонтирую это видео и размещу его на этом канале с информацией вас я думаю нашим зрителям со всего мира будет очень интересно мои контакты указаны вот этим видео если что обращайтесь но мы приступаем всем приятного просмотра штука шатуна разбита либо вкладыш именно 5 цилиндра будем смотреть что у нас здесь просматриваем через верх просматриваем просматриваем форсунку заглянем в цилиндр если там ничего интересного не найдем будем снимать потом сняли мы форсунку заглядываем и шнурок крутение камеру проще крутить когда камеру сильно же задержан вот этот нет более-менее уже до еще не сильно сотребляем так это вот этот вот застрял прям вот лежал на меняли мы потом увидели вот такой вот стопор это у нас стопор с коромысел с рокеров именно распредвала возможно весь стук и оттуда сейчас мы что будем делать славка дальше снимать либо боковую крышку снимать смотреть либо уже головку будем снимать так как там задиры есть и и оттуда сверху можем тоже увидеть ну в идеале конечно надо и то и другое снимать еще посмотреть течь антифриза из под первой головы а там что он погрызла на шестерни ни одной стружки не нашел стружки нету да но есть вот такие куски разломанного распредвала может ли стук быть от этого будем дальше смотреть разбирать как мы предполагали либо там либо там может быть и там и там проблемы все это в пятом цилиндре то есть в районе пятого цилиндра все будем дальше разбирать сняли мы компрессор и под этой крышечкой увидели вывод трагедии поломались ось который стоит эти вот толкатели поломалась в трех местах вот эти кусочки остались здесь сам распредвал не поврежден хорошем состоянии на стук у нас исходил именно от того что у нас поломана и не прикручена вот эти коробки гуляли в этом двигателе вот покрышки тоже следы на это вот наверное такими стакан с вот эти вот место раз-два и вот на крышке ну пока мы делали диагностику обнаружили соответственно у нас задиры на пятом цилиндре сейчас приедут владельцы данного автомобиля будем решать что дальше делать либо просто менять коробку составить их на место все собирать по и в путь отправлять либо ремонтировать как положено так и вот такого состояния у нас вкладыша кс так приезжал клиент согласование смотрели зимон производился около двух лет назад слов водителя пробег составил 350 тысяч километров 370 километров он уже проехал после нашего ремонта производилась замена динс вкладышей и так далее смотреть и понимать что у нас проблемы сломанная ось рокеров либо какие-то другие факторы хочет прям так серьезно сильно дащи то что мы видели это будем по ходу цветочки перегрели лезем во второй цилиндр и до конца только сверху на весь наверх снизу перегрели скорейся чуть меньше но есть небольшие полосочки клиент дал добро на разборку двигателя полностью дефектовку его по всей вероятности замены гильзы колец и 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 а не дает так мы открутили открутили впускной коллектор сняли также открутили рампу топливную все у нас откручено теперь откручиваем болты гбц снимаем головки белка цилиндра смотрим что там друзья как вы уже поняли вся наша деятельность полностью связана с автомобилями и нам постоянно необходимо как покупать так и продавать автомобили для этого я и мои коллеги давно используем дрон здесь очень много удобных функций например я хочу посмотреть какие сейчас есть продажи сидельные тягачи неисправны для этого я открываю приложение дрон захожу в раздел спецтехника выбираю сидельные тягачи и из множества предложенных не фильтров выбираю те которые интересуют меня в данном случае выбираю неисправные грузовики а для того чтобы не упустить новое явление по выбранным мною фильтром я могу подписаться на этот поиск и он у меня будет отображаться в специальном разделе при этом в любом выбранном мною объявление я могу купить полный отчет об истории автомобиля и это очень важно а подать новое объявление продажи автомобиля я могу всего лишь в один клик для этого мне необходимо просто сфотографировать стс автомобиля и как вы видите все основные поля автоматически заполнить это очень удобно и относится как легковым так и грузовым автомобилям поэтому я и мои знакомые давно используем дрон как для поиска так и для продаж автомобилей завтра и динодром продолжаем вот у нас на второй такой задир где у нас была проблема извлекаем поршня из блока кольца целые так нагарчик небольшие поэтому есть чуть-чуть ой я на тебя налил да я другое дело не будем на поршни здесь и здесь прихваты говорят о том что скорее всего это был перегрев гильзы кс это может и нормально сюда это получено двигатель после наш капитал где прошел 300 что-то накрылся а когда после не ростова ходил 300 тыс назад уехали так и делали но то масло то не менять алигры в купонах ни разу не было у них отломил свой скором это когда 300 тыс назад такая малышка горит так хорошо по резинкам тут видно что они выдают уже под нагретую так разобрали мы две головки чтобы посмотреть состояние впускном у нас проблем никаких нет состояние хорошие там и там а вот с выпуском немножечко имеется шатко направляющие болтается здесь вот видно уже протекание выпускные либо под замену либо восстановление впускные притрутся здесь у нас сейчас разбираем шатун и втулки шатунов у нас хорошем поршня есть многие вот такие вот есть подтянутость говорит о том что скорее всего был перегрев с втулками все хорошо мы еще проверим замерим а здесь на поршнях есть подтянутость и здесь вот приклеивались и вот здесь соответственно поршням рекомендуем под замену полностью гильза поршневую группу шатун и под замену коренной мы не видим пока будем согласовывать отдельно осмотру их по распредвалу есть небольшие нюансики но не критичны по блоку также есть нюансы при разборке вот здесь вот обычная постоянная их болезнь частая болезнь этих двигателей блоков съедание под гильзу я бы было под резинку верхнюю на гильзе здесь вот у нас так вот по 2 его как вот видно ну и вот на этих вот местах вот здесь блок уже не очень хороший святослава вам не нравится совсем все пишем карту дефектовки подсчитываем все и принимаем какие-то решения пока будем подготавливать чистить все и также новые у нас поршня то есть у нас было в уборе гильза поршневая группа с новыми поршнями гильза поршня и конца на них соответственно так устанавливаем гильзы блок блок цилиндров ух ты на месте дома бакер был пьяный махом золотим сесь я руки кверху по ним поднятые голова кверху от и лежа лег лежишь загораешь так поршня у нас все установлены сейчас собираем низ затягиваем там шатуны будем ставить поддон затем установка голову я думал так от руки оставим динаметрическим что сколько 50 90 потом еще до нахлобучки я знал что это мы только лошары днями ночами придумаем голову ломаем они уже все уже так было очевидно понятно у меня точно будет искать интеркулер установили мы пром плиту поддон все затянули головки мы подготовили заменили направляющие притерли клапана заменили масса съемные колпачки все у нас собрано устанавливаем на блок также мы поменяли кроме сло один ролик там был поврежден поменяли ставим прокладочки и ставим головки блока цилиндров на свои места не знаю не помню там просто гильза другая стояла евро 3 а Я еще помню по старому Мексудесу. По какой-то там дешевке прям, ну, нашел ланчиш. Ага. Ищи нам убежать. Ищи. 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 И будут водитель выходя из кабины сам регулировать каждые пять тысяч. Рейс сделал, отрегулировал. И каждый будет думать, что у него будет расход меньше. Да. И с каждым разом расход будет уменьшаться, уменьшаться. Так, клапаны у нас отрегулированы. Закрываем клапанные крышки. Заливаем шишку. Ищи. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...